Морозы не страшны. Воспитанники детского сада в поселке Харута на себе испытали качество ремонта учреждения. За время студенных морозов столбик термометра падал только за окном. Приемная у старшей группы. Очень уютно, комфортно и тепло. В этих светлых, теплых стенах еще не так давно все было по-другому. Капитального ремонта здания сотрудники не помнили аж самой его постройки. Построено это здание в 70-м году. И с 70-го года не было хорошего капитального ремонта. Здание, конечно, уже пережило у нас. Три наводнения, все равно здесь вода была. И было очень прохладно. Ветер подул, у нас холодно. И вот, наконец-то, дождались. Летом 2020 года сделан ремонт. Была выполнена внутренняя отделка здания, заменена кровля на здании и многое другое. Ремонтные работы шли под чутким контролем заведующей учреждением. Очень много было заменено венцов. Это вот нижний венец полностью заменен. В некоторых местах даже до 7 бревен пришлось, не бревен, бруса пришлось менять. Крышу подремонтировали хорошо. Заменили шифер новым профнастилом. Новыми технологиями, как говорят, все это сделали. И поэтому, ну, по крайней мере, сейчас пока жалоб не было. На сегодняшний момент в детском саду 26 воспитанников. Ребята поделены на две группы. Каждая групповая ячейка состоит из игровой комнаты, спальни, туалетного блока и раздевалки. Это то, что раньше было. И нынешний ремонт очень эстетичный, красивый. И поэтому, я думаю, и детям очень нравится, и родители довольны. В этом году зима по-настоящему испытала жителей поселка крепкими морозами до минус 50 градусов. Однако даже такую проверку на прочность прошел детский сад. За все время температура в здании оставалась неизменной. В проекте у нас школа-сад. Проект уже, вернее, готов. Тоже последние согласования идут. На 80 метр детский сад. В современные технологии, в принципе, опять-ка мы к ним возвращаемся, так, в современные технологии. Надеемся, и в недалеком будущем мы тоже уже начнем строительство этого здания. Добавлю, строительство новой школы-сада уже идет. На земельном участке, выделенном под строительство детского учреждения, возводится фундамент. Александра Литкова, Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север», поселок Харута.